Регионы ЦФО, в том числе и Тверская область, получили первые партии вакцины от коронавируса. Это примерно по 40 доз. Однако помимо COVID-19, население подвергается атаке и со стороны сезонных вирусов, ОРВИ и гриппа, от которых уже началась вакцинация. О том, способны ли ужиться в одном организме эти две прививки, как будет проходить процесс вакцинации населения, а главное, готовы ли жители региона к таким мерам профилактики, расскажет наш корреспондент. Осень – время разгула инфекции. Традиционно это грипп и ОРВИ. В этом году картину усугубляет еще и COVID-19. И если с привычными респираторными заболеваниями ситуация, по данным Роспотребнадзора, остается стабильной, то количество случаев инфицирования коронавирусом резко к концу сентября возросло. Среди тех, кого поразила новая болезнь, Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав турских предпринимателей. На днях на своей странице в социальной сети он написал, что выписался из инфекционного госпиталя. Сначала появилась слабость, такая в теле ломота, потом поднялась температура незначительная, потом пропало бонение. На пятые сутки мне сделали КТ и установили поражение больше 30% легких, поэтому пришлось беспитализировать. Среди заболевших люди разного возраста. По наблюдению медиков, пожилые граждане переносят эту инфекцию тяжелее. Особенно это касается тех, у кого сопутствующие заболевания. Однако на молодость и крепкий организм уповать точно не стоит. Очень много больных молодого возраста переносит так называемую общую системную воспалительную реакцию, так называемый цитокиновый шторм, и находятся порой в очень критическом состоянии. И даже поражаешься, что люди с сопутствующими заболеваниями иногда переносят даже легче, чем молодые, совершенно ничем не болеющие люди, которые, видимо, или большую дозу получили где-то от этого вируса, либо особенности такой иммунной системы. Рост заболеваемости связывается с тем, что после изоляции и каникул социум активизировался, а вот бдительность упала. Медики отмечают, что свести к минимуму количество заболевших реально. Начать нужно с себя. Маски, антисептики снизят риск поймать инфекцию и гриппа, и коронавируса. Также в сентябре в регионе началась массовая вакцинация населения от гриппа. На днях поступили первые 40 доз препарата и против ковида. Мы задали вопрос специалистам, а уживутся ли в одном организме вакцины против гриппа и ковида? Эти два мероприятия, они должны быть разделены во времени. Если человек привился от гриппа, либо от любой другой инфекционной болезни, то от коронавируса он сможет привиться не ранее, чем через 30 дней. Соответственно, привившись от коронавирусной инфекции, любая другая прививка становится возможной не ранее, чем через полтора месяца от введения первого компонента вакцины. В этом эпидсезоне планируется привить 740 тысяч жителей Тверской области. По данным на 29 сентября уже получили вакцину 185 тысяч человек. Мы поинтересовались у граждан, планируют ли они вакцинироваться. А прививаетесь? Да. А чего? Гриппа, все остальное. Голова понимает, что надо. Ну, существует, как у всякого немолодого человека, наверное, какая-то боязнь и все. Но постараюсь сделать все-таки. Посоветовавшись сначала со своим врачом. Нет, еще только собираемся. А от чего? От коронавируса, насколько мне известно. Сейчас она вроде вакцина, и людей просят вакцинироваться. Сделаем в ближайшее время. Ну, может быть, если будет такая возможность, возможно, да. Основная партия вакцины от ковида прибудет в ноябре. Тогда начнут прививать слои населения, которые в группе риска. Первыми вакцинируются медики и работники образования. Вводится сначала первый компонент, затем через три недели вводится второй компонент. При этом должны быть соблюдены обязательные условия. То есть не должно быть признаков инфекционного заболевания, не должно быть обострения хронических заболеваний. И лица не должны болеть новой коронавирусной инфекцией и, соответственно, не должны иметь в анамнезе перенесенных случаев новой коронавирусной инфекции. Если от гриппа рекомендуют прививаться раз в год в связи с быстрой мутацией штамма, то иммунитет от коронавируса рассчитан примерно на два года. Однако прежде чем идти вакцинироваться, необходимо пройти обследование. Вакцины от коронавируса противопоказаны беременным женщинам и детям.